всем привет меня зовут артем и вы на канале капнем вместе сегодня я хочу вас познакомить со своим новым помощником это автоклав малиновка у меня есть уже один автоклав кстати тоже электрический но мне его стало не хватать я решил приобрести автоклав вместимостью побольше то есть максимальная которая есть у данного производителя автоклавов это емкость на 42 литра полностью электрический автоклав который может работать как на воде так и на пару и вообще для чего я купил такой большой да то есть самый огромный потому что я занимаюсь изготовлением тушенки на продажу почитал много отзывов поговорил с коллегами по цеху и принял для себя однозначное решение что мне необходим именно этот автоклав он электрически повторяюсь он готовит на пару это очень важно потому что при готовке на пару время приготовления сокращается да то есть мы как бы не ждем пока автоклав нагреет воду целый бак этот автоклав работает от розетки 220 это говорит нам о том что его не нужно ставить на плиту не занимать место да на плите это очень очень важно является как бы неоспоримым преимуществом также хочу отметить что данный автоклав оборудован диоптером либо смотровым окошком во время приготовления вы можете подглядывать что же у вас там происходит программное обеспечение данного оборудования можно так сказать синхронизировать с мобильным телефоном то есть скачать приложение малиновка и вы можете с телефона управлять автоклавом задавать какие-то новые программы либо просто контролировать процесс приготовления плюс ко всему как раз сегодня это наглядно продемонстрирую загрузили автоклав выставили программу закрыли автоклав включили все и можем уйти заниматься своими делами не нужно стоять рядом с оборудованием караулить смотреть все ли там в порядке автоматика электроника так скажем мозги нашу автоклава все сделают за вас согласитесь очень удобно и экономит ваше время еще хочу отметить крышку она овальной формы для чего да для того чтобы нам ее вставить в емкость и крышка будет у нас удерживаться за счет давления то есть давление будет снизу давить и крышка будет герметично прилегать к автоклаву что абсолютно исключает какие-либо протечки и стравливание воздуха то есть давление будет держаться максимально в нашем автоклаве то есть это тоже я считаю что большой большой плюс данный автоклав оборудован аварийным клапаном который выдерживает давление до трех бар это очень очень важно потому что безопасность превыше всего перед началом эксплуатации перед началом работы автоклава ваша задача проверить работоспособность клапана если клапан щелкает при прокручивании значит он работает исправно еще хотелось бы обратить внимание на сливной кран он очень удобен в силу того что при полной загрузке автоклава он естественно будет тяжелым а если еще за залить воды то вообще на мой взгляд неподъемным поэтому после того как приготовиться ваш продукт мы просто подключаем сюда шланг и сливаем воду затем открываем крышку автоклава и вытаскиваем кассеты с продукцией очень очень удобно и в заключении моего мини обзора подведу небольшой итог данный автоклав подходит как для домашнего использования так и для ведения малого бизнеса ну а теперь перейдем непосредственно к рецепту сегодня я хотел бы вам показать и рассказать как приготовить свиную тушенку казалось бы банальный рецепт но с одним но дело все в том что тушенку мы с вами будем готовить из свиной грудинки да да вы не ослышались из свиной грудинки потому что грудинка является мясом недорогим да то есть как бы это не окорок это не балык то не карбонат не свиной ошейк и так далее это довольно таки бюджетное мясо поэтому тушенку у нас будет бюджетная и так для приготовления тушенки по моему рецепту нам потребуются следующие ингредиенты это свиная грудинка грудинка без кожи естественно шкуру мы использовать не будем я ее предварительно уже снял возьмем поваренную соль перец черный горошком перец душистый и лавровый лист все подробно рецепт как обычно распишу в конце ролика нарезаем мясо на порционные кусочки и погнали кромсать сейчас я вам покажу на какие куски мы будем резать мясо сильно мельчить не нужно как говорится большому куску и рот радуется почему использовать хорошо свиной грудинку дело все в том что свиная грудинка у нас идет с прослойками и мясо и жирка то есть тушенка будет во первых сочная а во вторых мясистая да то есть посмотрите сколько здесь мясо с большой такой прослойкой сало грудинку брать не стоит здесь тоже нужно быть избирательным чтобы у вас не получилось процентное соотношение там жира к мясу там 50 на 50 или того хуже поэтому здесь тоже как говорится делаем без фанатизма все нужно делать с головой ну а теперь просто нарезаю на кубики кусочки вот такие куски вы знаете примерно как на шашлык но может быть чуть меньше и отправляю их в гастроемкости мясо нарезал пришло время добавлять в наши банки специи начинаем по порядку первым делом я отправляю лавровый лист если он у вас большой как у меня да как моем случае листик ломаем на две части дело все в том что если вы положите избыточное количество лаврового листа у вас будет горечь консервах далее добавляю одну горошину душистого перца и 2 горошины черного перца горошку для того чтобы равномерно просолить все мясо мы делаем общий посол значит у меня здесь уже отмерено 70 грамм соли поскольку у меня 7 килограмм мяса сырья поэтому что я делаю высыпаю соль мясо и буду тщательно тщательно все это дело перемешивать чтобы просолить полностью каждый кусочек да кстати соль я добавлять буду в два этапа вот половинку высыпал и вот ну чуть больше половинки высыпал вот осталось где-то треть я ее высыплю немногим позже после того как тщательно-тщательно все перемешаю мясо перемешал и всыпаю оставшуюся соль и еще раз все это дело тщательно перемешиваю обратите внимание что никакую воду ни в каком количестве я не добавляю она в тушенке не нужно мы же хотим сделать натуральную правильную честную тушенку да не хотим добавлять воду чтобы не увеличивать вес не обманывать наших дорогих потребителей покупателей поэтому только мясо только натуральные специи больше ничего все мясо как следует перемешал она просолилась и пользуясь случаем хочу передать большой привет своему другу и подписчику константину симонову и сказать большое человеческое спасибо спасибо костик ты знаешь за что я тебя благодарю за твою открытость за твою помощь поэтому я искренне тебе желаю чтобы в твоем деле все было хорошо и дела шли только в гору прям как арарат гора была не меньше поэтому костян большую щи тебе привет все теперь я наполняю наши банки мясом в одну банку я буду помещать порядка четырехсот девяносто грамм мяса может быть 495 то есть прям 500 туда но это слишком надо постараться чтобы утрамбовать поэтому вот такой у нас будет расклад по громовкам в банку поехали беру банку и набиваю никакие весы не нужны вот просто берем и укладываем банки и начинаем немножечко притрамбовывать старайтесь не допускать воздушных карманов до учтите что мясо нужно укладывать в банке по плечике то есть оставлять два сантиметра то крышки во время стерилизации мясо будет расширяться и в избежание выдавливания крышки соблюдайте вот эти элементарные правила банки наполнил теперь я буду закручивать крышками крышки я использую 300 очень удобно в общем закручиваю затягивать эти крышки прям вот сильно до фанатизма не нужно это абсолютно ни к чему автоклав сделает это за вас он дотянет крышки на банках теперь беру кассету и устанавливаю банки в одну кассету помещается 7 банок ставлю проставку ставлю второй ряд с баночками также 7 штук для того чтобы вам показать рецепт и все нюансы я считаю мне нет смысла загружать целый автоклав берем крышку устанавливаем и и закручиваем барашки затягивать кассету сильно не нужно все ведь кассета собрана и теперь такая задача интересная поместить наши кассеты в автоклав банки в автоклаве пришлось воспользоваться небольшим стульчиком и поставил ну да как говорится издержки производства но зато вместительная рабочая лошадка готовить тушенку сегодня я буду на воде поэтому обязательно засыпаю лимонную кислоту буквально одну столовую ложку лимонная кислота добавляется для того чтобы у вас не было накипи никакой ржавчини в автоклаве теперь заливаем воду самое главное чтобы вода покрывала на два сантиметра нашу кассету ну и теперь устанавливаем крышку все отлично теперь беру этот зажим на самом деле чего все это выглядит но ничего страшного и теперь притягиваю сильно закручивать не стоит все отлично крышка установлена теперь включаем автоклав и начнем приготовление включаем основное питание выбираем режим готовые программы готовить мы будем на воде нажимаем вода окей значит баночки у нас 0 5 выбираем категорию от 0 35 до одного литра какие и здесь мы видим большой выбор мясных рыбных овощные грибных консерв сегодня мы готовим с вами мясо поэтому выбираем мясо все программа начала работу сейчас мы видим то что температура в автоклаве составляет вот девять градусов заданная температура при которой будет реализоваться консервы 120 градусов ну и время до окончания оборудование рассчитает позже сейчас идет прогрев продукта а мы можем теперь расслабиться и отдохнуть расслабляться мы будем с вами долго почему рассказываю дело все в том что после того как пройдет процесс стерилизации автоклав открывать сразу нельзя он должен остыть до 40 градусов в противном случае вы обожжетесь избыточным паром не нужно рисковать своим драгоценнейшим здоровьем поэтому соблюдайте все рекомендации которые о которых говорит производить тушенка готова рассказываю что было за кадром после того как автоклав остыл до 40 градусов я слил воду достал банки и убрал их в холодильник на одни сутки для того чтобы у нас появился жирочек вот чтобы прям желешечка появилась открываю банку и пробую с усилием приходится открывать крышки плотно присасываются ребятки аромат потрясающий вообще но прям тушенка что ни на есть в своем исполнении посмотрите какая желешечка здесь замечательная это мне кажется вообще в тушенке желешка это для меня самое лучшее вкуснее мясо ладно давайте пробовать о тут и сказать ничего все идеально соль специи здесь не убавить не прибавить представьте сварили горячие макарошки и прям банку тушеночки будет просто праздник живота я кстати начал производство тушенки в жестяных банках потом покажу вам о еще интересное что же получается у меня в общем узнаете просто вкусное хорошее мясо никаких сухожилий никаких хрящей и по деньгам очень очень бюджетно да в этом и фишка нашего рецепта ну в заключении что хочу сказать автоклав справился на пятерку поэтому если кому-то захочется приготовить тушенку дома и не знаете где приобрести автоклав пожалуйста ссылочку на ребят оставляю прям под этим роликом переходите по этой ссылке покупать от автоклавы любые там есть и как у меня огромные и средние и малые автоклавы также есть на газу в общем большой выбор поэтому переходите смотрите выбирайте и готовьте тушенку домашних условиях это всегда вкусно натурально и самое главное вы знаете что положили в банк если вам понравилось видео обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте большие пальцы вверх пишите комментарии задавайте любые вопросы и не забывайте про наши соц сети эта группа вконтакте заходить на ребят там будет много много чего интересного теперь прям рекомендую не все будет на ю тубе а вот вконтакте буду выкладывать интересные вещи также телеграм забегайте и страничка у нас на яндекс зене все всем удачи пока до новых встреч а я продолжу дегустацию